Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем делать вот такую вот аппликацию. Использовать будем два вида ткани. Делаем мы ее для того, чтобы пошить вот такой вот прогулочный костюм. Наверное, видели вы в прошлом видео, я создавала саму аппликацию. И вот так вот она выглядит. Сейчас в процессе того, как я ее сделала, мне не нравится. И что я буду убирать? То есть вот саму вот эту ткань, которую я планировала пришить, я ее уберу. И убирать я буду таким образом, что буду прикладывать вот так вот, как есть. Сначала на само изделие буду делать вот так вот строчку, а потом буду вырезать. Либо можно вырезать по контуру. То есть я подумаю, как сделать. Под низ буду подкладывать паутинку клеевую, приклеивать. И потом тоже пройду по контуру. Сама вот эта вот идея моя, в зависимости от того, как будут сочетаться ткани и как нам нравится, она может быть и прекрасна. Сейчас есть такие аппликации со стразами. И просто вот на тканях нашитые, да, вот такие вот практически как формата вот этого вот листика. А вот здесь вот дальше изображение. Поэтому можно и так оставить было. И по желанию, конечно же, можно и убрать. Почему я сделала именно на ткани? Я в прошлом видео говорила, потому что сам прогулочный костюм будет пошит у меня из велюрового вельвета, который имеет растяжение в обе стороны. Сюда я бы и пяльца нормально не запялила. И потом остались бы следы от пялец, что очень-очень нежелательно. А так все будет хорошо. И сегодня мы рассмотрим, как с вами сделать эту аппликацию. А как я ее создала, у нас есть видео, как создается такой образ. Ссылочку оставим вам в описании. По своему эскизу рисунку переснимаем рисунок на ткань. Я пересняла на изнаночную сторону с помощью копировальной бумаги. Затем убираю рисунок. И сейчас наверх ткани буду наносить, так приметаю основную ткань, из которой я и буду делать аппликацию. Рисунок расположен у меня вот так вот, в направлении долевой нити. Потому что вот сюда мы будем растягивать, соответственно, долевая нить и ткани. Вот видите, идет кромка. Я специально ее не срезала. И на этой ткани кромка, и на этой. Сейчас я наложила ткань и ее приметаю. Хочу обратить ваше внимание, что с изнаночной стороны надпись идет в зеркальном отображении. С лицевой стороны, естественно, надпись будет идти правильно. Теперь, после того, как приметан кусочек ткани, который будет основной, закладываем вниз. Ой, нет, мы же будем вышивать сейчас снизу, наоборот. Подниз вот так вот подкладываем пяльца. Сверху я накладываю, можно накладывать, либо не накладывать, вот такой вот бублик. В зависимости от того, как у вас будет ткань натягиваться. То есть можно подложить для плотности. И растягиваем ткань по долевому направлению. То есть по поперечному мы не тянем. Сейчас пяльца я подтягиваю и затягиваем, чтобы получилась ткань натянутая, как на барабанчик. Подтянув еще раз, вот так вот, поплотнее свожу пяльца и еще раз натягиваю. Идем за швейную машинку. Сейчас я скраю, поскольку у меня эта ткань будет нашиваться, поэтому я могу сейчас с краю проверить натяжение нити. Если вы будете вышивать, допустим, и сразу на изделие, то натяжение нити нужно предварительно проверить на каком-то кусочке. То есть точно на таком. И сейчас я, вытащив нить с челнока, вот я ее вытащила наверх, опускаем лапку. Машинку полностью мы подготавливаем под вышивку. Как подготовить под вышивку у нас было в прошлом видео, я оставлю вам ссылочку в описании. Там мы снимали зубья полностью. Видите, у нас зубья сняты, для того, чтобы они нам не мешали. И снята лапка. У нас осталась только игла. Проверяю натяжение нити с опущенной лапкой. И тогда полностью по контуру прохожу каждые фрагменты. В моем случае это будут буквы, потом сам гепард. В зависимости от того, с какой скоростью мы двигаем. Вот когда, смотрите, игла поднимается, я передвигаю пяльцы, получается. И мы делаем стежок за стежком. При этом, если мы будем быстро передвигать, стежки будут у нас более большими. Будем передвигать медленнее, стежки будут чаще. Ну вот так вот. Нужно потренироваться. Возьмите, потренируйтесь на чем-то. И у вас тогда все получится. Проходим вот по контуру, контрастной ниткой. Такой же ниткой я прохожу в черном цвете и по лицевой стороне. Кстати говоря, в зависимости от того, каким цветом вы планируете делать вышивку с лицевой стороны. Да, вот у меня сейчас в челноке стоит та нить, которая у меня будет потом вышиваться. Бывают вот такие моменты. Разрыв нити. Такое может быть. Это еще и от качества нити зависит. Вот я нить заправила. Немножко послабила верхнюю нить. То, где у нас ниточка порвалась. Вот так вот я захожу друг на друг хотя бы на несколько миллиметров. И продолжаем. То есть сейчас я вот так вот прохожу полностью все буквы. Сейчас пройду вот здесь вот серединку. И перехожу к следующей букве. Вот здесь вот где у нас мы начинали и заканчивали, чуть-чуть делаю маленький такой вот нахлёст. Натяжение в самих пяльцах должно быть такое, как в барабанчике. Когда мы закончили в пяльцах, да, в том месте, где у нас уже были они, мы их перемещаем на место новое, там, где нужно продолжать наш либо фрагмент, либо буквы. И вот так вот сейчас я все пройду и покажу вам, что получилось. Итак, от того, что мы передвигаем с вами, мы получаем контур рисунка. То есть вот пяльцы я двигаю. Как вы видите, никакой лапки, ни с каким круглым отверстием я не использую, потому что задавались вопросы. Здесь все мы делаем только вручную. Обычная строчка. То есть мы с вами получаем обычную строчку. Забыла сказать, что сейчас по стежкам, величина стежка у меня стоит на нулю. То есть мы выставляем ноль. Потому что наш стежок, еще раз повторюсь, зависит только от движения наших рук. Вот видите, теперь я перехожу вовнутрь, приподнимаю углу, опускаю и пошла вот так вот в круговую. Еще очень важно, в зависимости от того, с какой тканью вы работаете, вы должны правильно подобрать себе иглу. Вы можете в интернете посмотреть, какую иглу, допустим, использовать и под какую ткань. То есть в зависимости от того, какая у вас ткань, вы правильно сможете выбрать номер иглы. Вот так вот выглядит с изнаночной стороны. Убираем всю наметку. Вот у нас лицевая сторона. По лицевой стороне еще ничего не понятно, что получается. Но сейчас я пойду проутюжу и тогда вырежу по контурам уже букв. Вот видите, вот они у меня идут. Тогда будет более ясная картина. Вот я полностью все вырезала и оставила где-то по 2-3 мм от строчки. Там, где я прокладывала строчку, 2-3 мм оставила. Сейчас такая мода, что сами вот эти вот фрагменты можно не обрабатывать именно гладью. Можно при желании обработать это с помощью зигзага. Но вот здесь вот работая зигзагом, вы должны понимать, что пяльцы тоже нужно поворачивать, чтобы у вас проходило не вот так вот все время в одном направлении, а чтобы менялось направление. Смотрите, вот так вот. Вот здесь вот сюда идет направление. Потом мы должны с вами развернуться наоборот. То есть здесь тоже свои есть такие тонкости именно от направления, как должна лежать нить. Я сейчас полностью пройду все то, что у нас есть по контуру, таким вот стежком вперед-назад. То есть смотрите, вот я буду сейчас ставить машинку, допустим, вдеваю и делаю стежок вперед-назад, вперед, вперед-назад, вперед. И вот так вот, то есть в одни точки буду проходить. Потом вот здесь я хочу все вот это вот наоборот растрепать, чтобы здесь были ниточки. И уже тогда, когда растрепочка будет такая неравномерная, когда мы растрепаем, я ее аккуратненько подрежу. А саму ткань, вот эту вот, на которую пришита, я ее тоже вот так вот фигурно как-то буду вырезать, тоже проходить здесь таким же шагом. И потом именно этот фрагмент я и буду нашивать уже на само изделие. Итак, впяливаем пяльцы, берем вот теперь бублик и прохожу именно вот таким шагом вперед-назад. Вот так вот сделали, а затем вот здесь вот я все-все буду растрепывать. Растрепывать вот так вот я буду в направлении, там где ткань лучше убирается. И вот эти все излишки, видите, вот излишки, я уберу, чтобы потом, когда у нас останутся вот эти растрепочки, они были все одной длины. То есть мы их подровняем. И ничего никуда не денется, все будет прекрасно держаться. И здесь вот, видите, получается такая как бы тоненькая-тоненькая нить, которая именно повторяет полностью вот контур, который мы проходим. Также прохожу контур. Вот то, что я вам говорила, что будет отдельный фрагмент ткани. Вот здесь вот, видите, я прохожу сначала по самой ткани, обычными такими стежками, обычной строчкой, а потом точно так же уже такой, как можно сказать, ну, его как бы называют такой типа стебельчатый шов, да, вперед-назад, вперед-назад. И вот так вот мы с вами проходим. Вот так вот получилось. Пока еще ничего я не обрезала, не растрепала. Вот такой вид получается с изнаночной стороны. Теперь, конечно, все утюжим, делаем растрепочку и ровняем. Теперь вырезаю по контуру, тоже вот так вот немножко оставляю, после чего сделаю растрепку и опять-таки маленькими ножничками уже потом обрежу все то, что будет выходить за пределы как бы дозволенного, да, я имею в виду за пределы, ну, вот где-то растрепка получается в одном направлении идет, нить где-то в другом. И где-то она будет такая как бы одинаковая, а где-то будет растрепываться и создавать такие, ну, разные длины, которые, в принципе, я потом и уравняю. Надеюсь, для вас видео было полезным. Возможно, вы тоже захотите применить это у себя в своих изделиях. Желаю всем удачи, всем пока!